Доброе утро, коллеги! Многие знают о новых технологиях на предприятии Массандра. Как такие новейшие технологии скажутся на старейшем предприятии и на его сотрудниках, сегодня нам расскажет заместитель генерального директора ГУП РК Массандра Банов Сергей Александрович. Доброе утро, Сергей Александрович! Доброе утро, Виктория! Расскажите, как мы знаем, уже роботы упаковывают и расфасовывают продукцию. Как такое новшество сказалось на сотрудниках предприятия? Еще с прошлого года генеральный директор Павленко Янина Петровна подготовила целый план мероприятий по улучшению и модернизации нашего большого завода. Все направлено, так как рынок не стоит на месте, и нам задают темп наши коллеги и на материковой части Российской Федерации, и ближние, и дальние зарубежья, мы должны соответствовать и по качеству, и по внешнему виду нашей продукции рыночным условиям. Поэтому уже в прошлом году Янина Петровна осуществила закупку 187 единиц техники сельхоз. Там в данную технику вошли у нас и трактора, и орошители, и опрыскиватели. В этом году Янина Петровна приняла решение немножко модернизировать производство. Вот у нас поставили новый узел роботизированной техники, которая сейчас у нас собирает и упаковывает короба. Соответственно, это позволило высвободить нам людей и задействовать их немножко в другом направлении. Также у нас предусматривается запуск нового узла холода, что позволит нам существенно увеличить мощности на производстве, увеличить выпуск в бутылке. В прошлом году мы выпустили и реализовали более 20 миллионов бутылок. То есть вы на треть повысили производство продукции? Да, так и есть. Будут ли высадки новых виноградников, будут ли высаживаться новые сорта винограда? Обязательно. Так как предприятие «Массандра» работает только на собственных виноматериалах, и темпы, и росты продажи, и выпуска продукции растут, мы нуждаемся в своих виноматериалах. Поэтому обязательно в этом году будут приложены максимальные усилия, чтобы высадить новые виноградники и улучшить даже те виноградники, которые есть, чтобы собрать максимально большой урожай для выработки новых виноматериалов. Наша продукция популярна в странах не только в Крыму, но и в странах ближнего зарубежья. Как Вы считаете, в чем наше преимущество? «Массандра» выпускает уникальные вины. Виноградники начинаются с нашей лозы, так как все наши виноградники расположены на южном берегу Крыма, набирают максимальные сахара. Соответственно, наша технология уникальная, которая была еще разработана Егоровым, позволяет нам достаточно легко конкурировать с международными марками вин, завоевывать новых потребителей. Мы активно сейчас участвуем в выставках, и в Китае мы участвовали в выставках, и в Беларуси мы участвуем в выставках, тем самым повышая популяризацию наших вин. Стараемся расширить кругозор, стараемся выйти на новые рынки сбыта. В этом году мы планируем выйти на рынок Армении, на рынок Грузии. Хотим выйти мы, попробовать свои силы там. В прошлом году мы укрепились на рынке Белоруссии, мы укрепились на рынке Казахстана, увеличили значительный экспорт в эти страны. Рост составил более 100% по отношению к 2018 году. Поэтому я думаю, что в этом году мы также закрепимся и приумножим наши успехи на ближнем и дальнем зарубежье. Какая продукция вин популярна у потребителя? Сувенирная, коллекционная, возможно, ординарные марки? Рынок, он очень большой и в каждом сегменте рынка нужна своя продукция. Если мы берем сетевой рынок, то, конечно, эта продукция недорогая и непремиальная, потому что туда заходит обыденный потребитель, который хочет купить определенную марку вина, чтобы просто вечером расслабиться на досуге. Если мы говорим о хороших элитных винных бутиках, то они хотят уже продукт, который уникальный, хотят наши марочные, крепленную группу вин и коллекционные вина в том числе. Поэтому все зависит от того, на какого потребителя ориентирована торговая точка. Спасибо, Сергей Александрович, что пришли к нам в гости. Мы всегда вам рады. Приходите к нам еще. И я передаю слово коллегам. Коллеги.